С коронавирусом справились еще 100 ставропольцев. Общее число выздоровеющих приближается к 189 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 17 заболевших. Несколько дней подряд нет летальных исходов от вируса. Защититься от инфекции по-прежнему помогает вакцинация и ревакцинация. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров возглавит делегацию региона на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 15 по 18 июня. В рамках мероприятия члены делегации встретятся с руководством крупных компаний и представителями стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается подписание ряда соглашений. В промышленном районе Ставрополя благоустроили сквер Ореховая роща. На территории общественного пространства обновили почти полторы тысячи квадратных метров тропинок. Установили лавочки, светодиодные фонари и урны. Также оборудовали спортивную зону и место для прогулок с домашними питомцами, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы проходили в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. В Буденовском округе ремонтируют два участка трассы Буденовска-Чекулак-Нефтекумск. По этой дороге люди ежедневно добираются к социально значимым объектам. В общей сложности обновят более 19 километров проезжей части, сообщили в Миндоре-Ставрополе. Также укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. Реконструкция трассы проходит в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В поселке Балтийском отремонтировали дом культуры. Специалисты утеплили фасад, обустроили отмостки, уложили плитку и оборудовали пандус. Также установили двери и обновили систему уличного освещения, сообщили в региональном министерстве культуры. Реконструкцию ДК провели в рамках краевой программы «Культурная среда», которая входит в нацпроект «Культура». Реконструкция «Культурная среда»